На построении порядка трех десятков команд. Участников приветствовали чемпионки Европы по боксу среди юниоров. Чемпионат недавно завершился в Болгарии. Надежда Голубева, можно сказать, выросла в зале, который находится в станице Гостогаевской. Ее старшая сестра – тренер. Для себя, я говорю, пусть девчонки приходят, мешок побьют, за себя смогут постоять на улице. Не надо высоких спортивных побед. Для себя. Ну, а видите, как получилось. Для себя, для себя первенство Европы. Чтобы получить медали, пришлось побеждать сверстниц из Италии, Норвегии, Англии, Украины. С одной стороны, настрой был только на победу. С другой – понимание, что слабых соперников там нет. Для Карины Коробовой победа стала сюрпризом. Боксом она занимается полтора года. Вообще просто не передать словами, грубо говоря. Ну, просто до сих пор не верится, что такие вот, так получилось. Это космические какие-то такие эмоции, наверное. Просто переполняет и страх, и радость. И ты не понимаешь, что вообще ты испытываешь. Просто не передать словами. Организаторы не исключили, что где-то среди участников баскетбольного турнира есть будущие чемпионы. Как правило, Анапа занимает лидирующее положение в Краснодарском крае. В целом, на Кубани по охвату детишек, занимающимся этим видом спорта, по массовости и, безусловно, по результативности. От имени главы муниципального образования города-курорт Анапы Юрия Федоровича Полякова, от себя лично поздравляю вас, ваших родителей. То, что вы сегодня участвуете в этом первенстве Краснодарского края, это уже ваша заслуга. Стритбол стремительно завоевывает популярность во всем мире. Прежде всего, из-за доступности. Нужна небольшая асфальтированная площадка с простой разметкой и одно кольцо. При этом, сама игра достаточно динамичная. Трехочковый в исполнении Евгения Зубкова. Он и его друзья занимаются в спортивной школе номер 10. Я вижу, что они постоянно держат трехсекундную зону. Я решил постоянно трехочковую кидать. И так получилось забить. Их соперники – команда из поселка Виноградный. Одного из самых спортивных сельских населенных пунктов в этом поединке. Победа за анапчанами. Однако, все только начиналось. Победители выйдут в промежуточный тур. А в начале июня в Краснодаре определят обладателей губернаторского кубка. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.